привет комрады и комрадочки снова я на поле снова будем искать монеты сегодня погода немного хуже чем вчера но я надеюсь хоть и времени тоже меньше что находки все будут в планах пройти еще пару мест интересных там покажу потом так чтобы сейчас смотреть находки будут интересны но но есть одна очень неприятная вещь хотя как сказать вчера я когда здесь гулял пока шел к машине мне позвонили я поговорил по телефону а когда приехал домой понял что телефона нет вот как так что поскольку телефон железный условно говоря сейчас мы будем использовать металлоискатель для поиска телефона не но сначала на него позвоню конечно если тут услышу я примерно понимаю что мне тут зона поиска ограничена этим местом короче сейчас будем искать телефон найдем покажу не найдем не покажу вот это поле здесь у меня машина стояла я туда ходил потом туда где-то или там потерял или тут сейчас наберу сначала сам себя звонок другу блин слушаем о а я его слышу все таки наверно когда в машину садился о где-то тут есть отлично берем берем хорошо что я пораньше решил приехать без блин прорежал так еще дожди прошел ночью да и сейчас тоже блин мокрый и конкретно мокрый но звонит будем сушить короче я доволен первая находочка сегодня зачетная рабочий телефон отлично теперь будем искать монеты решила пройти с поля в лесок тут было четыре дома судят пока потому что больше первый сигнал был колечко какой-то железно не стал снимать а вот тут сигнал получше поэтому его выкопал в этом калке он это дорогой а блин не глубоко видать ходит ответа на поверхности это конечно не внушает нам оптимизма катинки так орет так что мы снимаем непонятно вот что это звенит а оказалось пряжечка вот такая нарядная медная симпатичная он даже шевелится да вот он даже какие-то письмена на ней что-то написано ладно потом разберем берем ищем дальше первая находка у нас артефакт мы ищем монеты так а вот и хороший сигнал и я даже не стал снимать вот глядите чего у нас тут торчит из земли похоже на советики трешка трешечка двадцать девятый год три копейки так чистить не буду конце всем находочки буду показывать уже почищены отлично берем первая монетка сегодня зачет а вот что-то выпало интересненько думал же монета сначала краеша круглый торчал с ямки но не знаю что может опять подсвечник вот будет прикол сейчас почищу покажу но больше все похоже это на подсвечник блин прикольно вот такой он интересненький но похоже вот эти выступы может он подвешивался так услышать это может вообще церковная штука только откуда и тут бы тут церкви то не было но интересная штука люблю такие находки очень интересно это совпадение вчера нашел подсвечник и сегодня совсем в другом месте отлично берем так а у нас снова монетка ребята вон она сигнал был очень хороший это нас что у это у нас ребятки пятак но какой-то блин он гнутый видать принял на себя удар какой-то так что но нумизматической ценности не представляет даже если редкий год пока не могу разобрать даже год но это пятачок и эта монетка так что мы радуемся по-любому так и вы порадуйтесь полянка оказывается интересная сигнал стал получше был не очень но это точно копаемый и не очень-то глубоко судя потому что сейчас сейчас мы тебя достанем дорогой мой у нас для этого есть специальный мини лопатка совочек не показал вчера купил тут специально такое а блин все ясно что здесь вот она мини лопатка достала мини гильдер на ними обычно так сигнал был хороший предмет не очень не берем вот такие пироги решил пока не найду что-нибудь хорошее обедать не буду лопатка кстати прикольно решил попробовать сходить запасной вот такой садовом магазине купил железно вроде не согнулась вчера не согнулась сегодня тоже когда между корнями где-то копаешь нормально хотя бы яблоко надо заработать так и снова хороший сигнал прямо после гильзы даже лучше бы так хочу это нас такое стенки что стенки стоим опять чудо лопатку и еще раз выбил такие выбил и что-то там мелькнуло ребятки монетка монетка и ко мне детка на копеечку похоже судя по размерам сейчас посмотрим да время проверять да по размерам судя а двушка до душечка тридцатый год две копейки советский союз состояние хорошие о третья монета и снова советы к чему бы это так двушку нашел можно и яблочко съесть местные червяки настолько суровые погрузают дырки даже в железных вот таких вот штуках железе толстым вы это видели что ты копнул вытащил там житель ладно молодой кислотой привет и дырки дет обратно в яму там он кабаны порылись не слабо сначала думал здесь копали от кабаны похоже у меня был сигнал что-то зря его не снял потому что выпала у нас монетка и опять это у нас стройчок и опять сагнитет о 29 это какой-то уже был 29 что старым гербом красоте берем старая гильза выпала вроде немецкая дошел до края поляна точнее в лесу и в конце тут гляжу пошла старая лесная дорога по ней сейчас пройдусь на дорогу в теряшки во первое это было гильза ладно посмотрим что так ребятушки переехала основа начала поля вон там и том лиске попал дальнем вот под этот дуб переехал тут и не искал вот тут шурфили со страшной силой пищи валяются еще самое интересное рядом прямо с этим шурфом был сигнал пройти невозможно и вот что он нам выкинул я честно говоря удивился ну нет самой монете потому что вот рядом с такой ямище кто-то пропустил очевидный сигнальчик сейчас посмотрим блестит опять трешка судя по размерам тридцать четвертый год о отлично берем красота вообще сохранчик мил новый сигнал под этим дубом сейчас будем проверять его уже выкопал но решил чтобы вы тоже посмотрели проверить вместе о а вот она что это у нас блина ты за шляпа вот такой красивый монетный сигнал был и на тебе если ты монета то на ней по издевались еще очень похоже что была монета зацените что я нашел летом не видно все заросшие листья часто похоже у нас тут великан ниндзя потерял свою звездочку огромная вот такая вот однако звезда такой можно деревья рубить одним махом вообще такими звездами поля дискует вот это поле будут обрабатывать тоже похожими видать походили мы тут походили там на дороге ходить бессмысленное уже это проверил новый нас и перекрывает старые сигналы сейчас пойду обратно на поле распашку еще часик у меня есть на распашке холодно интересно а не выполнен ничего хорошего эти был какой-то графинчик или стаканчик а цвет у него какой интересный фиолетовый старое стекло богато тут жили учитывая находки вот такую вот запятую я выкопал только что копал раньше буквы видимо буквы кончились перешли на знаки припинания все что было не знаю но что-то старенькая старая царская запятая прям распашки я немножко перешел на поле тут сигналчик выпала пуговка надписью мою фабрика чего-то там разберем запишем берем или пробка или монета ветер у короче сейчас проверим так что-то блин показалось по моему ребятки это монетка сейчас покажу поближе да товарищи это у нас 20 копеечек советы ранее и это белон то бишь серебро 500 пробы почистим покажу так год по моему 24 1924 прикольно по моему этот год и не находил так ну тут у нас герб все читабельно отлично серебро ребята сегодня у нас серебро это мы это мы должны отметить вон там я двадцатку поднял только встал прошел опять сигнал хороший ну блин прикольно сейчас проверю где-то он тут в комочке так я заметил ребятки о вот она блин неужели опять совет и фарс это держ империя то вся но все равно приятно двушечка тридцать первый годик вся такая как новенькая ой даже без зелени как приятно берем отлично опять монетка о уже это у нас на этот раз копеечка до зеленью 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 даже год а нет гудик видно о 29 одна копеечка советский союз вот так ходил вон туда там шурфили со страшной силой был дом все в кирпиче вывали нам и там железо а тут у нас монетки берем я думал гвоздь выпал такой интересный со шляпкой нет похоже это на закрутку от керосиновой лампы вот так керосине ли тут видать так похоже хоть у меня сегодня даже мало того коп советским и по троекам он вывалилась опять сигнал сначала был так себе до 3 копейки а год ну-ка пока 33 о того три четвертый красота берем немного времени осталось вот что мы нашли на этом выезде находки опять порадовали покажу немного шмурдяка но уже гильзы не буду как в прошлый раз показывать вон там закруточка от керосинки непонятная медная то ли пряга то ли что запятая как же стекляшки очень интересные смотрите какие прикольные что-то так горело плавилось и получилась такая фигурка или вот нот линза на самом деле ну линза либо я еще подумал все таки может быть это было донышко от бутылки но потом смотри смотрите какой у него краю острая но не может быть что это было донса так что либо ювелир либо часовщик кто-то там жил кто пользовался линзами линза в те времена очень дорогие были конечно же канделябр ли подсвечник с такими подвесами что наводит на мысли о церкви что опять таки удивляет что церкви там не было до ближайшие километра три но может утащил кто-то пряжечка разобрал и на ней надписи написано экстра что выдает в ней более поздний продукт и штамповочка не литье так что это что-то современное относительно на пуговки разобрал надпись военхоз до точнее пром военторг что-то в этом роде фабрика до советская но вот эта пуговица которая начальника совсем уже неинтересно оказалось в ней надпись внутри гляньте какая это явно вещь дореволюционного производства он смотрите что написано какой-то там сбок вот так прям так и написали сбок и не сказать вот так третий сорт третий сортная пуговица она видно и по монетам что же у нас по монетам мне там просто у нас мега зачет 9 монет это круто на самом деле хотя коп по их получился чисто советским тем не менее мне кажется это здорово зачет по тройкам перевыполнен да и вообще по советам зачет сдан однозначно в этом году у меня редких среди них нету но в целом более-менее ничего жаль только пятачок убитенький это 31 год он конечно недорогой но все же жаль его удивила меня вот эта монета сейчас скажу чем это 20 копеек 24 года ничего примечательного в нее есть дорогие очень разновидности но это недорогая к сожалению но когда я помыла наказалась такой идеальной почти черной патине я такую даже и не находил раньше потому что самое интересно эту патину не берет ни уксус не даже пресловутый утенок моющее средство которым основное чем-то вещество это соляная кислота так что даже начал сомневаться вдруг это не серебро и это патина вообще непонятного внеземного происхождения ну вот попробую отмыть в каком-то другом средстве или просто подольше подержать вот такие находки если получится отмыть покажу в этом же видео вставочку сделаю спасибо всем кто смотрел коп получился интересный как по мне находки разнообразные весна в разгаре поэтому сейчас буду выезжать почаще радовать вас артефактами и монетками спасибо все кто смотрел ставьте лайк кому понравилось дизлайк кому не понравилось подписывайтесь на канал и следите за новыми видео всем удачи спасибо спасибо